Говорят, бумага стерпит все. Особенно это верно, когда на ней история. Факты, события, фамилии, имена, даты, что-то стирается из памяти, но архив помнит все. Здесь жизнь города в буквах и цифрах. Почти 170 тысяч документов на бумажной основе архива хранилища в этом здании занимает целых 4 этажа. Самые ранние материалы конца 18 века, поздние 2000-х годов. Все это богатство хранят на мобильных стеллажах, в коробках из бескислотного картона. Так бумага дольше остается яркой. Эти документы из фондов Балаклавского Свято-Георгиевского монастыря. Их относят к особо ценным. Вот запрос из канцелярии штаба Главного управления Черноморского флота и портов. Внизу личная подпись адмирала Лазарева. А рядом рапорт о деятельности священника, назначенного на корабль. И снова фамилия, знакомая каждому севастопольцу. 1848 год. Командир корабля Нахимов отчитывается о том, что жалование иеромонаху, назначенному Балаклавским монастырем, написанное, что он вернулся из похода. И на вверенном ему корабле никаких происшествий не было. А это бумажные свидетели Великой Отечественной. Фронтовые стенгазеты, созданные краснофлотцами. Клятвы воинов товарищу Сталину, подшивки газет и листки прибытия. В них сведения о севастопольцах, которых ставила на учет немецкая биржа труда. Знаменитый подпольщик Василий Ревякин свое имя изменил намеренно, не рассекречивал участие в обороне. Вот смотрите, лист 8. Ревякин Александр Дмитриевич. Родился в Саратовской области. Дата рождения. Откуда приехал? Приехал из Николаевки. Указывает свою довоенную специальность педагог. Устраивается на работу в школу номер один. И работает. И потом уже в 1944 году, за несколько, за две недели до освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, после многочисленных многодневных пыток и допросов, Василий Дмитриевич Ревякин был расстрелян. Но архив Севастополя – это не только хранение, а и реставрация. Старым документам дарят новую жизнь. Для этого есть специальная лаборатория. Вот мы видим листы из газеты «Слава Севастополя» за 1945 год. Видно, в каком они ветхом состоянии. Вот здесь не хватает многих фрагментов, особенно по краям. Все восстановить поможет специальная бумага реставрационная. С ней работают художники-реставраторы. Листок, который нужно восстановить, кладут на стол с подсветкой. Обильно смачивают дистиллированной водой и начинают подбирать утраченные элементы. Клей используют пшеничный, из муки высшего сорта, с добавлением спирта или формалина. Обновленные края закрепляют реставрационной бумагой. Уплотняют. Многие могут сказать, что это очень нудная работа. Ты же сидишь целый день. Мне нравится. Просто потом получаешь эстетическое удовольствие, когда тело у тебя все уже целенькое, прям хрустящее, как будто новенькое. Когда здесь все готово, листок накрывают, чтобы ничего не прилипало. И на сутки помещают в пресс. Следующий этап – сушильная машина. Сушат при температуре 40 градусов, обрезают лишнее, наращивают корешки и снова прессуют. Есть в архиве и другие лаборатории. В этой, например, на современном оборудовании создают страховой фонд. Создание страхового фонда начинается с микрофильмирующего комплекса. То есть здесь на пленку документы из бумажного носителя переводятся на негативную черно-белую пленку формата до А1. Далее пленка помещается в проявочный процессор. Цифруют бумажные документы на планетарном сканере. За последние пять лет в архив Севастополя стали обращаться чаще, отмечают сотрудники. Запросы разные – подтвердить трудовой стаж или зарплату, получить справку по имущественным и земельным вопросам и даже узнать историю своего рода. Архив продолжает укомплектовываться. Это значит, новые документы от физических и юридических лиц сюда поступают и сейчас. Анастасия Синица, Владислав Иванов. Новости Севастополя.